Привет-привет, Козероги! Меня зовут Макокон Людмила. Сегодня мы поговорим с вами о планете Нептун, а точнее ее периоде ретроградности, который наступает со 2 июля по 7 декабря 2024 года. Поэтому сегодня предлагаю вам рассмотреть, как Нептун будет влиять на вашу жизнь в течение следующих 5 месяцев. Рассмотрим вместе все плюсы и минусы данного события. Нептун – покровитель мира снов и иллюзий, творец фантазии, однако он же правитель страхов и фобий. В жизни человека Нептун часто создает ситуации, когда надо выйти за рамки, нормы, установившиеся правил. Эта планета всегда обращает в фокус внимания на внутренний мир, как бы говоря, что все внешнее – это только отражение внутреннего, все причины и ответы внутри. Нептун – планета мечтателей, фантазеров, людей творческих и чувствительных. Она нам дарит четкую интуицию, вдохновение, позволяет разобраться с сутью вещей на уровне мистики и тонких энергий. Это планета веры, иллюзий, йоги, гипноза и медитации, грез, мистики, вещих снов и духовного мира. В своих негативных проявлениях Нептун отвечает за самые худшие человеческие зависимости от алкоголя до запрещенных средств и ядов. Именно поэтому планета была особенно выражена у великих исторических личностей. Нептун смешивает материальное и идеальное, в результате чего получается удивительный коктейль гениальности, открытий и пограничных состояний. Знак, в котором находился Нептун, когда вы родились, проливает свет на то, как вы соединяетесь со своим высшим уровнем творчества и божественности, а также на ваши духовные практики. И знак, в котором Нептун находится прямо сейчас, влияет на ваше творчество и духовность в данный момент. Думайте о себе, как о лампе, в то время как Нептун – это свет. Ваш знак Нептуна помогает вам понять, как свет исцеляет с помощью сострадания к себе и прощения по отношению к другим. Не уверены, какой у вас или у кого-то еще знак Нептуна, запишите свой день рождения в ваш пол, мужчина вы или женщина, а я вам напишу, в каком знаке у вас был Нептун в момент рождения и как он влияет на вас. Дорогие Козероги, 2 июля Нептун разворачивается в ретроградное движение в вашем третьем доме гороскопа. Третий дом отвечает за общение, коммуникацию. Вдохновение может прийти к вам совершенно неожиданно и даже могут быть вспышки проявления ясновидения. Чувство неуверенности может стать причиной нервного расстройства. Вы можете иметь тенденцию быть ненадежными и негативно настроенными. Необходимо провести работу по искоренению проволочек и праздной мечтательности. Ретро-Нептун – планета туманов, покровитель мистики и бессознательного начала психики. В третьем доме может дать рассеянное внимание, исключить воображение вопросов учебы. Порождает неопределенность и загадки в отношениях с ближайшими родственниками. В этот период вы можете периодически улетать в фантазиях, в неведомые миры, мечтать вместо того, чтобы заниматься и концентрироваться на чем-то нужном. Вы постоянно можете опаздывать, не доделывать что-то, забывать нужные вещи. Неопределенная обстановка может ждать вас и дома. Нервные, напряженные отношения с родителями, с братом или сестрой. Ретроградный Нептун в третьем доме размывает границы между личным «я» и социальным окружением. Вы можете раствориться в толпе, покружаясь мечты. Вместо исполнения кармической задачи – вытащить себя из ментальных иллюзий и явить миру свою индивидуальность. Поэтому постарайтесь, чтобы рядом с вами был хотя бы один практичный и пунктуальный человек, кто будет подталкивать, напоминать о времени и структурировать ваш режим. Волшебство планеты, мистики и туманов проявляется в умении сочетать несочетаемое. В данный период вы можете достичь блестящих результатов, если поймете главное – как соединить пространственное мышление и факты, и какой результат должен быть в итоге. Успех ожидается в интернете, блогерство, ведению собственного YouTube-канала, где отлично соединяется потребность выплеснуть себя в мир, оставаясь за кадром, недосягаемым для прямых контактов с вами. Хочу вам напомнить, что на этом канале каждый день выходят новые интересные видео, которые могут помочь вам изменить свою жизнь в лучшую сторону. И чтобы не пропускать их, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и тогда вы каждый день будете получать новые видео от нас. А мы продолжаем. В период со 2 июля по 7 декабря будет очень сложно выспаться. Все время что-то будет мешать. То дела, то развлечения, то тревожные мысли. Не нарушайте режим. Могут резко активизироваться мошенники и проходимцы всех мастей. Поэтому держите свои средства поближе к себе. Исключите авантюрные проекты, игру на бирже, финансовые пирамиды. Может появиться желание совершать спонтанные и непродуманные действия. Поэтому лишний раз подумайте, нужно ли вам это и какую цель преследует другой человек. Также некоторые из вас могут захотеть спрятаться от проблем, бежать в религию, секту, медитацию, йогу или тренажерный зал. Не пересердствуйте. В период со 2 июля по 7 декабря очень хорошо заняться любимым делом. Или тем, о чем вы давно мечтали, но все время откладывали. Подумайте, как вы можете монетизировать свое хобби. Определитесь со своими приоритетами и задачами. Покончите с вредными привычками и займитесь лечением. Очень хорошо заниматься творчеством, музыкой, петь, рисовать, переделывать или дополнять карту желаний. Медитировать, заниматься йогой, придумать свои аффирмации, попробовать снять себя на камеру или сходить на фотосессию. Поучаствовать в кинопроизводстве, сняться в массовке. Чаще ходить в театр, кино и на выставки. Что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось мое видео. Благодарю за лайк. Подписывайтесь на канал. Впереди очень много интересного. И обязательно пишите свои комментарии и пожелания. Мне действительно очень приятно ваша обратная связь. И увидимся в следующих видео, где я расскажу еще много интересного о разных аспектах на небе и их влиянию на вашу жизнь.